Этюд крымского мотива предварительно сделал черно-белый тональный эскиз и небольшое цветовое решение в небольшом этюде предварительно. Тональные эскизы надо делать, думая о больших тональных отношениях, не заостряясь на деталях. Мы выбираем самое светлое пятно, следующая по тону, еще более темная и расставляем уже самые темные пятна. То есть практически здесь работа сделана в четыре тона. По цвету, самым чистым по цвету должна быть освещенная солнцем горка, самым темным должны быть тени на хвойных деревьях, которые будут у нас расставлены кое-где акцентами, небо не должно быть очень ярким и насыщенным, потому что самым насыщенным будет освещенная гора. На видео она кажется немножко желтушной, на самом деле она такого кремово-оранжевого цвета. Теневая гора, которую мы видим в тени, она должна быть промежуточная по тону между светом, небом и тенью. И когда мы попытаемся обобщить это, например, это можно сделать прищурившись, то у нас тени должны сливаться в какое-то общее одно пятно, света должны сливаться в какое-то другое пятно. И в этом случае у меня гора будет сливаться с небом, а тени на хвою будут сливаться с теневой горой. Предварительный эскиз, который я по композиции уже решил, я попытался акварельным карандашом, я делаю иногда это при помощи акварельных карандашей наброски, для того, чтобы в процессе рисования контуры размывались и не мешали, потому что я работаю на небольших форматах. Когда вы делаете какие-то контрастные работы крупного формата, то совершенно спокойно графитовый карандаш может решать эту проблему. То есть проблема четкого контура от графита не будет заметна для зрителя. На маленьких форматах четкий контур карандаша, простого, он мешает. Но не всегда. Это не абсолютное правило. Мне потребуется, как я предполагаю, несколько кисточек с плотным волосом, несколько кисточек с козою и возможно вот этот длинный шлепер. Для начала работы мы должны сделать основные замесы цветов. Например цвет горы у меня должен быть оранжеватым. Я предполагаю, что я его буду мешать при помощи охры. Добавив туда немножко cadmio-оранжевого. Эта работа у меня заодно является еще и тестированием новых акварельных красок фирмы Pinox. Посмотрим, на что они способны. Так. Это будет основная часть цвета. Теневая. Глядя на мой эскиз, я вижу, что я их предполагаю сделать тени сиреневатыми. Для этого я возьму другую кисточку. Возьму ультрамаринов. У меня здесь выдавлен ультрамарин темный и ультрамарин светлый. Светлый он чуть-чуть более к голубому ближе, темный ближе к фиолетовому. И мы можем тени сделать таким образом. Взяв ультрамарин, добавив туда cadmio-оранжевого, мы получим некий вот такой вот не очень яркий фиолетовый оттенок. Синий и оранжевый – это два противоположных цвета. Но поскольку в данном случае оранжевый немножко обладает красным оттенком, а синий смещен чуть-чуть к фиолетовому, у нас в целом получается тускло-фиолетовый цвет. То есть краски гасят друг друга. Так, дальше. Цвет неба. Для неба я возьму что-нибудь из фтаолцианиновых красок. Значит, Pinox предлагает здесь фтаолоблю, такого небесного цвета. Его тоже должно быть немало. Он очень синий, очень яркий. И для моей задачи он избыточно яркий. Поэтому я его чуть-чуть пригашу вот той грязюкой, которая у нас получилась от смешения ультрамарина и cadmio-оранжевого. На всем протяжении неба цвет должен меняться, и он плавно должен переходить от синеватых, более чистых в зените, ближе к зениту, да, голубоватые оттенки, до сероватых, тусклых, приближаясь к горизонту оранжеватых оттенков. Тут потребуется еще одна кисточка. В целом cadmio-оранжевый в небо совать не очень полезно, потому что он обладает ярко выраженной зернистостью. Поэтому если взять, например, зеленую фталцианиновую и смешать ее с железно-окисной красной, у PINX она прозрачная, мы получим такую какую-то вот тусклую желтовато-оранжевую грязь. Вот они нам вполне подойдут. Так, теперь зеленки. Для зеленок у нас уже большой вариант красок. Здесь есть кобальт. Посмотрим, как он себя ведет. Он должен быть зернистым. И есть такая яркая весенняя зелень травяная. Она сделана на базе PLU-3 и зеленой фталцианиновой. То есть, в принципе, она стойкая, хорошая краска, несмотря на то, что она смешанная, она дает возможность быстро получить теплые оттенки. Вот. И теперь приступим к работе уже непосредственно. Обычно я люблю работать от светло-октен. Бывают исключения. Иногда нужно сделать тени, наоборот, вперед. Но в данном случае ничто нам не мешает традиционным образом начать покраску от светлых пятен. При этом, если мы зальем просто глупый желто-оранжевый, то это может быть скучно. Поэтому мы будем основной замес немножко обогащать голубоватыми оттенками. Немножко добавим красно-оранжеватых. И пока эта лужица, она у нас подсыхает. Мы можем спокойно продолжить необходимые пятна по цвету. Там, где они будут похожими по оттенку на цвет освещенной солнцем горы. Параллельно мы можем вводить сразу тени. Так, это не так кисточка. Вот у меня кисточка. Нужен. Ошибся. Получил слишком сине-зеленым. Так. Так. Сейчас немножко приподниму поверхность, чтобы краска текла вниз. И продолжаем заливать эту лужу. Мне потребуется также много освещенной солнцем внизу травы. Я ориентируюсь на крымские свои впечатления и воспоминания с некоторой долины, которая находится в горах недалеко от Нового Света. Там трава обычно уже к середине лета, она выжженная, сухая, без всяких намеков на какую-то зелень. Единственными зелеными пятнами являются хвойные и дикие фисташки, которые там встречаются. Так. В этом месте у меня намечено какое-то хвойное дерево. Там реально растут, конечно, реликтовые можжевельники. Но мне сейчас хочется по цвету чего-нибудь оранжеватого, поэтому я буду изображать что-то похожее на сосну. Где-то оранжевые оттенки в стволах, они могут быть полезны. Также можно обогатить оттенки травы дополнительными цветами. Хансель желтый. У Пинакса это пиеллоу-3, то есть это стойкая, хорошая краска. Значит, кое-где у нас трава будет в тени в районе дорожки, да? Поэтому мы сразу можем туда ввести пятнышки тени. Вот. И плавно выводим цвет травы на цвет зелени. Самое яркое зелье у нас будет контр-ажурное дерево на фоне темной горы. И там мы можем использовать желтую вталциамину. И еще вот такая есть интересная краска. Зеленое золото у нас вот дает очень яркие желто-зеленые цвета. Так. Ну и где можем тут зеленку вводить? Вот. Вот так. Надо учитывать, что хвоя обладает фактурой, текстурой, поэтому она получается даже в освещенной части плотнее, чем освещенная солнцем трава, поэтому мы ее можем делать достаточно плотной потом. И теперь можно по подсыхающему тону освещенной горки нарисовать падающую тень. То есть часть горы у нас, она закрывается тенью. И мы можем обходить тоном вот этой вот фиолетоватой грязюки те пятна, которые у нас будут потом изображать. В этом месте нам понадобятся уже текстурные кисти. Которыми можно создавать такие вот дрипочки, которые будут напоминать нам травку. То есть мы со стороны тени пытаемся вводить пятно рваное на желтое. Где-то это могут быть прям вот такие фактурные мазки. Также это помогает для обогащения рисунка, поскольку фактора бумаги у нас она неровная. И вот по выпуклости бумаги мы в протирку проводим эти мазки. И можем создавать ощущение и травы, и каких-то веточек. Прямо выводя их из тех еще влажных клякс, которые у нас сохранились в работе. На самом деле кисть не всегда должна быть очень хорошего качества. Иногда она должна быть и полезна ей быть вот такой вот странной и рваной. Хорошую кисть тоже можно всегда немножко раздербанить. То есть мы можем взять любую качественную кисточку и вот так вот растопырить. И тогда мазки, которые будут ею получаться, будут похожи на то, что мы делаем при помощи декоративной кисти. Сейчас я пытаюсь добиться художественного пятна от перетекания теневых красок и их слияния с освещенными участками. Собственно, на этой стадии тут достаточно. Теперь мы должны задуматься о небе. Возвращаемся к тем замесам, которые у нас были подготовлены. Собираем все лишнее. Случайно мазнув не там, где надо. Так, небо. Освежаем то, что у нас было. И начинаем сверху вниз. Значит, желательно, чтобы заливка неба была динамичная. У нас очень статичная сейчас гора, статичная лужайка, поэтому мы в качестве контраста создаем некую динамику в небе. Чередуя две кисточки мы можем, не промывая каждый раз краски в банке, не смывая их, мы можем получать достаточно плавные и разнообразные по оттенкам заливки. Подходя к горе, надо быть внимательным, не оставлять там таких белых пропусков много. По мере приближения к горизонту в воздухе появляется большое количество испарений, и поэтому тональность неба на горизонте, она всегда немножко более тусклая. Ну, наверное, самое чистое небо на горизонте – это на море. Ну, и там к вечеру обычно образуются какие-то облака, которые дают какие-то тусклые цвета. Ну, и заливаем всё до самого низа. Желательно небо больше не трогать, потому что малейшее касание непросохшей бумаги, оно вызовет образование каких-то жёстких границ и растекающихся клякс. Поэтому мы очень аккуратно это делаем. Будем считать, что небо залили. Теперь возвращаемся опять к тональности теневой горы вот этой. Значит, здесь на эскизе мы видим, что мне надо обойти аккуратно силуэт дерева, оставив его светло-зелёным, да? Надо обойти какие-то кусты в этой части, и из этого пятна мы сможем вывести тут какие-то детали деревьев. Освежаем замес. Опять ультрамарин, кадми оранжевый. Смотрим, что у нас там получается. Вот такой вот оттенок, да, с разной степенью тональной концентрации. При этом ультрамарин тёмный, он чуть-чуть более холодный, да? Ультрамарин светлый, как я говорил, он почище немножко. Нам, в принципе, лучше сейчас пользоваться ультрамарином светлым, чтобы замесы были такие голубоватые. И ещё момент. Значит, по мере приближения к основанию горы, у нас тоже тон горы должен меняться. То есть, в акварели желательно, чтобы каждое пятно, оно как-то жило внутри работы. Там зелёное пятно, жёлтое пятно. Жёлтое пятно горы, оно трансформируется, уходя в тень. Жёлтое пятно травы меняется по тону сюда. Зелёнки тоже меняются. Небо меняется и по тону, и по оттенку. Ну и также с горой желательно. Самая дальняя часть у нас здесь. То есть, её мы можем сделать более голубой. Самой тёплой, наверное, вот эту часть. То есть, изменение будет в тоне туда. И, возможно, какое-то изменение сверху вниз. Для того, чтобы заострить контрасты на границах деревьев. Замес, который мы составили из синего и оранжевого, позволяет нам создавать плавные переходы цветовые, не меняя состава замеса. То есть, теплее мы в эту часть сдвигаем, да? А холоднее мы сдвигаем на дальний план. И вот мы можем делать такое вот пятнышко. Желательно, чтобы там не было белых каких-то просветов, поэтому мы будем пытаться внимательно заливать. И вот чередуя более голубой оттенок и более красноватый, я могу уже подходить к контуру дерева. То есть, движение кисти может быть не только вот таким, да, или аккуратным вот кончиком, но и навстречу контуру, таким вот рваным и немножко трепетным. И тогда у нас получится силуэт незакрашенного дерева более живым. Если бы бумага была более влажной, то, может быть, получались бы более красивые переходы. Но сейчас они вот такие. И тут мы занимаемся детальками. Рваным пятном создаем силуэт дерева, который можно потом будет уточнить уже тонкой кисточкой. Наметив ветки, стволы прямо из этой кляксы. И этим же цветом, прямо поверх зелёного, мы можем создавать какие-то теневые дополнительные пятнышки. Помним о том, что у нас освещение идёт слева направо, соответственно, мы стараемся вот этими тенями изображать подобные направления света. То есть правая сторона деревьев, она оказывается более тёмной. Так. Ну и в дополнение потребуется вот такой вот длинный шлепер. Потому что такой вот кисточкой очень удобно делать длинные аккуратные тенюшки падающие. При этом не надо пытаться сделать эту тень непрерывную, ровную, по всей длине. Дело в том, что у нас тень ныряет в какие-то изгибы рельефа. И в этом месте происходит разрыв линии тени. Точно так же никогда не надо дорожки изображать по всей длине видимыми. Потому что где-то дорожка может пересекаться пучком травы, где-то деревом. И тут мы можем показать, что у нас здесь был некоторый свет на дереве. Пока у нас сохнет вот эта часть, мы её не трогаем. У нас там получились какие-то сложные растекания, но пускай такими они останутся. Единственное, можно чуть-чуть добавить каких-то деталей для масштаба. То есть, например, я могу намекнуть зрителю, что здесь есть деревья какие-то на горке. В принципе, если было бы больше времени, можно было бы сразу наметить какой-то рельеф скал. Но то же самое можно будет сделать потом лессировкой. Вот такими касаниями я пытаюсь обходить пятна света, чтобы создать ощущение того, что там есть какие-то веточки, стволы. Так, переходим к этой части. Тут нам надо изобразить хвойное дерево. При вечернем освещении хвоя, она немножко краснеет. Поэтому мы можем идти вот такого оттенка. Сейчас оно кажется очень тёмным, но ничего страшного. Бумага не совсем просохла, и она аккуратно и мягко растекается в сторону влажного пятна наверху. И вот эта шероховатость мазка, она должна создавать ощущение мягкой шапки к хвойной кроне. Помним о том, что нам надо оставлять здесь пятнышки оранжевые, которые будут стволом дерева. Немножко мы добавляем синего теневого, вот этой вот теневого замеса, для того, чтобы создавать перетекание цвета. Думаем об общей конфигурации пятна. Добавляем туда оттенков. Чтобы дерево было похоже на дерево. Избавляемся от белых пятен. Избавляемся от белых пятен. В освещенной части можем добавлять немножко более теплых желто-зеленых. Иногда внизу на кроне дерева появляются частично засохшие ветки, и они дают такие оранжеватые оттенки. Зная, что зеленому противоположен по цвету красный, мы можем обогатить общую палитру картинки, добавив туда вот такие вот оттенки. Ну и в целом у меня вот этот угол должен быть достаточно плотным по тону. Теневым цветом, вот этим вот сине-фиолетовым, я обхожу вот эту зелененькую кляксу и делаю из нее маленький можжевельник. Важно избавиться от белого, потому что белый будет мешаться все время. Также несколько деревьев можно поместить на скалу сверху. То есть мы намечаем сначала несколько клякс это кроны. Эти деревья находятся в тени, поэтому там теплой зелени не нужно вообще. Они на фоне неба. И за счет того, что цвет неба, свет исходящий от неба огибает веточки тонкие деревья, то он окрашивает все вот эти мелкие детали в цвета неба. Теперь мы можем создать тут некое ощущение травы. Из кляксы теневого цвета мы в сторону света делаем такие мазочки. По мере подсыхания можем обогащать рисунок деталями. Например, мы можем ввести некоторые трещинки в скале. Можем лессировкой добавить каких-то складок. Усложнить детализацию отдельно стоящих деревьев. Если бумага позволяет, то потом можно где-то промыть веточки и стволы. Если вы пользуетесь резервом акварельным, то можно будет потом добавить... Вернее, предварительно проложив этот резерв, можно было бы заранее заложить форму стволов. Ну и переходим к самому темному. То есть мы расставляем уже акценты, думая о том, что самые сильные контрасты должны быть на переднем плане. То есть самые сильные по контрастности границы между светом и тенью мы переносим вперед. И стараемся такие контрасты уже не использовать для удаленных кромок гор. Так. Так. Когда все подсохнет, можно будет белое здесь прокрыть теплым каким-нибудь оранжевым. Не очень красивым получилось вот это красное пятно здесь. Поэтому мы его закроем сейчас зеленой порослью. На скалах растительность в основном цепляется за всевозможные трещины, уступы. Поэтому вот по этим трещинам мы можем расставить немножко таких вот зелененьких пятнышек. Ну и можно чуть-чуть усложнить контур деревьев. Лисировками можно поправить все, что не очень получилось изначально, но не надо пытаться лисировками покрыть всю работу. Лисировка для вот такого типа пейзажа это скорее акценты для детализации. Чтобы была какая-то разница между травой и горой, мы можем немножко тоже ее покрыть лисировкой. Вот так. Итак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все какие-то участки оставались именно такими, как акварель получается за первую заливку. То есть вот у нас здесь, например, плавный переход от тени к свету, да, и лессировать здесь, наверное, это будет лишним. Ну, где-то вот по границе мы можем чуть-чуть положить несколько мазков. Сейчас немножко странно выглядит вот это дерево, поэтому... Ему надо придать некого правдоподобия. Пускай там будет пара стволов растущие на краю. Для этого надо добавить веточек на краю склона. Продолжение следует... Ну, собственно, такой вот этюд практически завершён. Так, ещё раз, значит, вот краски, которыми ему пользовались. Отдельно надо обратить внимание вот на эту красочку. И весь перепачкался. Такими грязными руками покажу. грин-голд. Золотистые зелёные. Это номер 228. Краска немножко своеобразная. По причине того, что пигмент имеет очень тонкий помол и, находясь в тюбике, краска засыхает. Если вы проколите дырочку и выдавите её, она в густом состоянии не очень симпатично выглядит. Потому что, ну, непонятно, что это. Но, если вы её размоете, то получите замечательные чистоты и яркости монопигментный цвет. Это такой вот жёлто-зелёный оттенок. Очень насыщенный, очень яркий. И пока мне вот такие краски не попадались. Это у нас пигмент 129 пиелло. По-моему, это азаметин какой-то. И в смесях с голубой вталцианиновой он даёт пронзительные зелёные оттенки, очень яркие. С красными он даёт насыщенные глубокие оранжеватые оттенки. И, в целом, я считаю, что если вы такой тюбик купили, вы не должны пугаться вот этим неудобством, которые вызывают подсыхание верхнего вот этого горлышка. Вернее, подсыхание просто горлышку этого тюбика, да? Ну, просто краска исключительная, на самом деле. Очень хорошая. Я её использовал вот для вот этих пятнышек. И здесь ещё тоже. На этом спасибо за внимание. Всего доброго. Успехов творческих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!